Эти задания точно решит каждый. Я Ирина Коновалова, преподаватель биологии в школе Степенин.ру. Смотрите видео до конца, чтобы легко получить баллы на ЕГЭ по биологии. Задание номер один. Вот такая табличечка, где нужно заполнить свободную ячейку. Всего здесь могут встречаться четыре темы. Это признаки живого, уровни организации живого, биология как наука, то есть все науки поменьше, которые входят в большую биологию. И методы исследований в биологии. Как научиться решать эти задания? Переходите на нашу секретную страницу, вот сюда, в алгоритмы решения заданий. Они в самом низу секретной страницы будут. Открываете задание номер один, и вуаля! Здесь вас ждут видеоуроки со всей необходимой информацией. Куча практики для отработки и методичка со всей теорией. Вот она. Признаки и уровни организации живого – это вообще легкотня. Это два 10-минутных ролика. Ну а над методами биологии, конечно, придется посидеть. Смотрите видео, где мы все для вас собрали, и не теряйте баллы на экзамене. Все ссылки на нужные уроки мы собрали для вас в описании к этому видео. Задание номер три. Это биологическая задача. И здесь могут попасться задачки на подсчет нуклеотидов, на генетический код или на подсчет хромосом. Задание номер четыре – это задача по генетике базового уровня сложности. Вся необходимая теория уже ждет вас на нашей секретной странице. А если генетика совсем тяжело дается, на нашем YouTube-канале есть вот такой ролик, где Маргарита очень доступно объясняет, как начать решать задачи по генетике совсем с нуля. Задание номер двенадцать. Оно настолько простое, что мы научимся решать его прямо сейчас. Здесь нужно помнить последовательность систематических таксонов. А чтобы не запутаться, есть мнемоническое правило. Царский терем, кто откроет, сразу рыцарем вернет. То есть, что это означает? Царский – это царство. Терем – тип, кто? Класс. Откроет – отряд. Сразу – семейство. Рыцарем – род, вернется – вид. Царский терем, кто откроет, сразу рыцарем вернется. И мы запомнили последовательность систематических таксонов в нужном порядке. Теперь смотрим, что у нас здесь. Установите последовательность токсономических названий, начиная с самого крупного. Самое крупное – это царство животные. Оно у нас здесь пропущено. Начинаем с типа. Тип хордовый. Выбираем цифру 6. Дальше у нас идет категория под тип позвоночный. Выбираем цифру 1. Дальше класс птицы. Выбираем цифру 5. Отряд здесь пропущен. Семейство. Соколообразные. Выбираем цифру 4. Род – орел. И вид – орел степной. Видовое название обычно проще всего узнать. Оно состоит из двух слов чаще всего. Название рода – орел. И видовой эпитет – орел степной. Вот по двум словам мы опознаем видовое название. Еще один вариант этого задания. Здесь установите последовательность токсономических названий, начиная с самого маленького. Ну и самые частые ошибки в этих заданиях, они не на последовательность, а когда ребята просто путаются, с какого конца нужно начать. С самого крупного токсона или с самого маленького. Поэтому, пожалуйста, сосредоточьтесь на этом. Можно даже подчеркнуть себе в киме, откуда мы начинаем. Вспоминаем наше мнемоническое правило. Царский терем, кто откроет, сразу рыцарем вернется. И начинаем в обратной последовательности, с видового названия. По двум словам опознаем. Жемчужница – обыкновенная. Дальше родовое название здесь пропущено. Дальше у нас идет семейство жемчужницевые. Отряд пропущен. Класс – двустворчатые. Тип – моллюски. Выбираем цифру 2. Дальше – царство – животные. Выбираем цифру 6. И здесь у нас еще встречается домен. Такая вот огромная систематическая категория. Доменов всего два. Это прокариоты – безъядерные организмы. И эукариоты – те клетки, которых имеют ядро. И здесь у нас домен эукариоты – цифра 4. То есть запоминаем мнемоническое правило. И немножечко-немножечко придется посидеть над систематикой, чтобы запомнить название самых основных таксонов. И здесь нам, по сути, нужны только самые крупные. То есть нам нужны царства, типы, классы. Но основное можно уже догадаться по ходу задания. И это не все. Есть еще простые задания. И за них можно получить больше баллов. Скоро расскажу. В нашей школе мы очень подробно разбираем каждую тему, чтобы наши ученики были готовы решить любое задание ЕГЭ. Темы курса разбиты на короткие уроки с большим количеством заданий для отработки. Благодаря такому подходу наши ученики достигают очень высоких результатов на экзамене. В прошлом году почти половина наших выпускников получила высокие баллы на ЕГЭ по биологии. То есть они сдали экзамен с результатом более 79 баллов. А четверо получили максимально возможный результат. Заветную сотку. Задание номер 21. Это единственное задание в КИМе, которое вообще не требует знания биологии. Это задание на анализ данных. Здесь дают некие данные в виде таблички, графика или диаграммы, список утверждений. И нужно выбрать те утверждения, которые можно сделать на основании анализа представленных данных. То есть мы тут вообще забыли весь курс биологии. Смотрим на данные в табличке и описываем то, что видим. Но подумать, ага, здесь ничего не надо учить, на ЕГЭ разберусь. Это на самом деле так себе тактика, потому что анализ данных – это все-таки навык, который требует некоторой прокачки. А как его прокачать? Правильно, посмотрев подробное видео и порешав тренировочные задания на нашей секретной странице. Задание 22. На эксперимент. Здесь есть два сценария. В одном попросят определить зависимую и независимую переменные и поставить отрицательный контроль. Во втором сценарии нужно будет сформулировать нулевую гипотезу. Этому легко научиться, посмотрев короткие ролики на нашей секретной странице и потренировавшись на заданиях. Один первичный балл за это задание на ЕГЭ гарантирован. Ну а чтобы ответить на вторую часть задания, нужны довольно глубокие знания по анатомии и физиологии живых организмов. И о ней мы уже в этом видео говорить не будем. Но все эти знания можно получить на нашем полном курсе подготовки к ЕГЭ по биологии. А сейчас я расскажу о заданиях, за решение которых вы можете набрать максимально возможное количество баллов. Целых три первичных балла за каждое. Это задания номер 27 и 28. Они довольно простые, но уже со звездочкой. Почему простые? Потому что это все-таки задачи. Здесь стандартные сценарии и стандартное оформление. В номере 27 встречаются три сценария. Это задача на биосинтез белка, задача на подсчет хромосомы жизненные циклы и задача на закон Харди Вайнберга. Номер 28. Это опять задача по генетике, но уже продвинутого уровня в этот раз. Почему я сказала, что они со звездочкой? Потому что это уже вторая часть Кима, и за полчаса решать эти задания не научишься. Тем не менее, видео со всей нужной теорией, с нашей секретной страницы, немного упорства и максимальные баллы за эти задания на ЕГЭ вам гарантированы. И это уж точно проще, чем эвристические задания, к которым нельзя быть на 100% готовым, но просто потому, что там могут спросить вообще о чем угодно. На этом все. С вами была Ирина Коновалова, школа Степенин.ру. Все полезные ссылки мы собрали для вас в описании к видео. Практикуйтесь, не теряйте баллы на экзамене. И до встречи на наших трансляциях. Пока-пока!